16 сентября в Твери выбрали лучшего сотрудника уголовно-исполнительной системы на региональном этапе конкурса «ВИВАД-офицеры». В конкурсе, а он проводится по всей России с 2004 года, были представлены сотрудники 15 учреждений уголовно-исполнительной системы области. Это лучшие ребята, которые проходили отбор в учреждениях. По сути, получается, что это элита. У них должны быть определенные навыки и умения, как в огневой подготовке, в физической подготовке, в владении приемом рукопашного боя. Но конкурс подразумевает собой, что они должны уметь творчески мыслить, исполнять какие-то творческие номера, песни, танцы и так далее. 16 сентября на большой сцене участники представляли свои профессии и свои творческие возможности. А до этого два дня состязались в профессиональном мастерстве. Стреляли, мерялись силами в рукопашном бое, сдавали основы нормативной базы УИС. Лучшим по профессии признан сотрудник ЛИУ-3 Андрей Шаталов. Он у нас в этом году, получается так, что все призы забирает. Не далее, как в августе месяце, он участвовал в всероссийском конкурсе среди лучших начальников отрядов, где стал первым в России. И в конкурсе ВИВАТ-офицеры Андрей был на высоте. Готовились долго? Ну, мы офицеры, у нас все по госпичке горит. То есть быстро все, на скорую руку. Главное, я думаю, получилось красиво у всех участников конкурса. Зал громкими аплодисментами встречал каждого участника. Офицеры-конкурсанты пели, танцевали, читали стихи и даже играли на гуслях. На самом первом конкурсе я первый раз увидел, как выступают сотрудники, как показывают свои таланты. Мне это очень сильно понравилось, очень сильно запало в душу. Честно, это очень круто. Здесь можно себя проявить, как-то показать. И вообще творчество – это вот мое. Кстати, Рамиль Байрамов взял на конкурсе почетное серебро. А имя победителя было ожидаемым. Андрей Шаталов. О, Андрей Шаталов! Ливный! Хороший мальчишка. Грамотный, спортивный, сильный, умелый. Теперь Андрей будет защищать честь Тверского ФСИН на всероссийском уровне в Москве. Офицер уголовной исполнительной системы – это не робот, зацикленный на службе, скажем так, закрытой территории. Это человек, который может себя реализовывать творчески, который может спортивно развиваться, участвовать в каких-то спортивных мероприятиях, любых видах спорта. Но также петь, плясать, танцевать. Все, что не чуждо любому человеку. Филат офицеры.